Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной сессии этой недели. Снова разбираем, анализируем минувшую торговую сессию с точки зрения отчетов, событий и статистики. Смотрим, как эта сессия повлияла на динамику отдельных финансовых инструментов и валютных пар, которые составляют основу нашей каждодневной торговли. Очень интересный день выдался для британца, по крайней мере, по волатильности точно ему лежит рекорд. Вы наверняка могли заметить, как близко мы вчера были к долгосрочной цели по паре фунт-доллар на отметке 1.28, но пока не случилось, так что эта цель пала. Более того, под конец торгового дня быки смогли перехватить инициативу и вернуть, собственно, пару выше отметки 1.2950. То есть разброс по пунктам в рамках одной торговой сессии превысил 100 пунктов. Это, безусловно, интересно тем, кто торгует волатильностью, спекулирует внутри дня и старается ловить в такие импульсные движения. Про фунт мы, безусловно, поговорим и продолжим это делать. Уж точно этот инструмент будет занимать приличную часть нашего времени, потому что фунт очень интересен из-за событий в Брэкзите. И мы, так же, как и все трейдеры, которые им спекулируют, сейчас по-прежнему варятся вот в этом котле неопределенности, гадая, прогнозируя, предполагая, что же все-таки будет с Англией, на каких она условиях выйдет из состава Европейского Союза, будет ли это обещанная и заявленная ранее дата 29 марта, либо все-таки сроки изменятся. Поэтому, пока ситуация не прояснится, друзья, будем о нем говорить, будем стараться на нем заработать. Ну, наверное, вы мою позицию уж точно. Знаете, по британству я не отказываюсь от коротких позиций и, честно говоря, вчерашний рост, ну да, немного разочаровал, учитывая, как мы близко находились к цели 1.28, но на мое такое торговое позиционирование этот откат никак не повлиял. Давайте поговорим про текущую торговую сессию. В целом она обещает быть не очень насыщенной на события. Мы ориентируемся только на один отчет по рынку труда Канады. Он будет опубликован в 16.30 по московскому времени. И сразу хочу пожелать удачи, друзья, тем из вас, кто продолжает спекулировать канадцам, потому что канадец для меня остается уже долгое время самым, пожалуй, труднопрогнозируемым инструментом. Понятно, что на канадцев влияет нефть, ожидания по изменениям денежно-кредитной политики. Но вот понять, какой из этих факторов в определенный момент времени является определяющим, мне никак не удается. Может быть, кто-то из вас, скажем, пошустрее в этом удается точно увидеть более-менее близкий к реальным точке разворота и на этом заработать. Если да, ну, друзья, вы тогда большие молодцы. Сейчас мы видим то, что на канадца напрямую влияет как раз уже ожидание по процентной ставке после последних выступлений представителей Банка Канады и последних данных. Потому что нефть у нас в целом находится, в принципе, на тех же самых уровнях, что неделю назад и две недели назад, когда канадец активно укреплялся. Сейчас он снижается. Поэтому, ну, логично предположить, что нефтянка на него, если оказывает влияние, то не ключевое. Соответственно, если статистика, то, друзья, сегодня мы должны быть крайне внимательны к тем релизам, которые будут опубликованы по рынку труда Канады. Посмотрите на прогнозные значения. Эксперты ожидают то, что безработица увеличится до 5-7%. Это негативный фактор. И, по идее, друзья, это то, что должно открыть дорогу для еще большего ослабления канадского доллара. Сейчас пара доллар-канадец находится на отметке 1.3320. И если данные выйдут в соответствии с ожиданиями, с плохими ожиданиями, то получается, что доллар-канадец будет стремиться на тест отметки 1.34 и выше. Но в то же время я ни в коем случае не хочу вас запутать, друзья. Но я не удивлюсь, если сегодня после выхода слабых данных по рынку труда окажется, что канадец снова решил обратить больше внимания на то, что происходит на рынке нефти. Поэтому эту статистику он проигнорирует и немыслимым образом снова начнет укрепляться. Пока ситуация не стабилизируется, не устаканится. Пока я точно для себя не определю все-таки, где стоит ждать пару доллар-канадец, друзья, лично я торговать ей больше не буду. Я, с одной стороны, и поддерживаю, друзья, вас тоже в ваших, опять же, трейдерских порывах, поспекулировать на новостях. Я предупреждаю вас также о рисках того, что волатильность может быть очень большая. И все-таки стараюсь закинуть идею того, что, может быть, и вам также стоит оставить в покое на текущий момент канадца. Ну, посмотрите какой-нибудь еще другой актив, поищите другие возможности, но не лезьте пока в канадца. Из других релизов выделить, собственно, больше и нечего. Поэтому предлагаю быстренько приближаться по итогам вчерашнего дня. И, друзья, готовятся к закрытию уже этой недели, к выходным. Конечно же, в понедельник я вас всех снова буду ждать. Нужно будет продолжать обсуждать, и мы это будем делать, перспективы политик отдельных регуляторов и того, что произойдет, собственно, с инструментами. Нефть 61,68, закрытие минувшей торговой сессии, сейчас чуть пониже даже, может, 61,60, точнее, 61,22. Какой вывод можно сделать? То, что консолидация в диапазоне 60,62 продолжается уже с декабря месяца. Ситуация не меняется, значит, на рынке отсутствуют реально интересные стоящие триггеры, катализаторы, драйверы. Как угодно, можно сказать, отсутствует тот фундамент, на который можно либо просесть, либо вырасти. Я допускаю то, что участники рынка, которые реально хотят залезть в нефтянку, уже в расчете на отработку мощного долгосрочного движения, ждут развязки торгового спора между США и Китаем. Она уже совсем скоро, друзья, должна произойти. Сейчас действует торговое перемирие, оно истекает официально 1 марта, то есть фактически три недели остается для того, чтобы США и Китай нашли компромисс, общий знаменатель, преодолели все спорные нюансы, моменты, разногласия и вышли на торговое двухстороннее соглашение. Если этого не произойдет, друзья, я тоже уже описывал сценарий, что будет дальше. Значит, уже с первых чисел марта, скорее всего, Соединенные Штаты Америки примут решение об увеличении импортных пошлей на китайскую продукцию в 2,5 раза, с 10 до 25%, на общую стоимость номинированную в долларах китайского импорта в 200 миллиардов долларов. Конечно же, много с учетом тех решений, которые принимались раньше, можно сказать, что под пошлинями окажется уже тотально весь китайский импорт. Страны пока что пытаются сохранить нейтралитет. Вроде бы как мы видим, что периодически то Китай, то США идут навстречу друг другу, как бы мотивируют во взаимном порядке друг друга, чтобы принимать более проактивную позицию. Переговоры последние прошли буквально несколько дней назад. Мы, правда, детали не получили, но я говорил вам про комментарии Стивена Манучина, который характеризовал их как весьма конструктивную и выразил надежду, что соглашение будет достигнуто уже к концу этого месяца. В то же время мы рассчитывали получить больше конкретики по итогам следующего этапа переговоров, который должен был бы пройти уже на самом высоком уровне между Си Цзиньпинем и Дональдом Трампом в Китае в середине этого месяца. Но вот вчера на рынок пришла новость о том, что времени до истечения торгового перемирия остается все меньше, и этой встречи не произойдет, дабы не тратить время на разговоры, уделить больше внимания последним дням нахождения этого консенсуса по преодолению торговых разногласий. По идее, если быть уж совсем справедливым к тому фундаменту, который сложился, отмены встреч, это не есть хорошо, как говорится, это точно не позитив, и возможно, что это как раз и оказало влияние на строение трейдеров в ходе вчерашнего дня, почему рынок снова начал снижаться на опасениях за возобновление торговой войны, за опасения касательно мирового экономического роста. Немного, скажем, масла в огонь подлили еще прогнозы Еврокомиссии по экономическому росту еврозоны, они были пересмотрены с понижением, это еще один сигнал того, что напряженные в торговой сфере мировой экономики оказывают влияние на отдельные страны. Также, друзья, считается, что таким дополнительным локальным фактором слабости нефти выступили сообщения о возможном возобновлении поставок из одного из крупнейших месторождений в Ливии, Шарара, в частности, потенциально на рынок в ближайшие недели может дополнительно поступить до 350 тысяч баррелей в сутки. Ну, не знаю, насколько уж точно определяющий этот фундамент. Друзья, это все лишь гипотетические риски, которые в моменте оказывают, ну, я имею в виду относительно замедления экономического роста, оказывают влияние на настроение. Но мы держимся выше 60. Мы не раз уже подбирались к... были близки с этой планкой, но она все-таки 60 долларов за баррель справлялась с давлением медведей. В итоге быки также находили возможности для перехвата инициативы. Я советую пока что не торопиться с продажами, но уж, по крайней мере, точно держится уровень А60. Сейчас в приоритете остаются длинные позиции. Евро против доллара 1.13.40 снижаемся. Друзья, еще раз только что отметил прогнозы Еврокомиссии по экономическому росту. Ну, подетальнее теперь. Темпы экономического роста еврозоны на 2019 год пересмотрены с 1.9 до 1.3. Темпы экономического роста Германии пересмотрены с 1.5% до 1.1. Я скажу, что по Германии немного перестарались в плане оптимистичных ожиданий, потому что, на мой взгляд, темпы экономического роста будут гораздо ниже единицы. Инфляция в этом году также будет под давлением. И важно, друзья, даже с учетом прежнего, более-менее оптимистичного прогноза, до конца 2019 года лучшее, на что рассчитывал Европейский Центральный Банк по индексу потребительских цен, это рост до 1.6%. Сейчас эти ожидания пересмотрены до 1.4%. Значит, такая статистика, такие ожидания по экономическому росту, по состоянию европейской конъюнтуры, ну, фактически точно 100%, да даже на 500% ставит крест на действиях Европейского Центрального Банка по росту процентных ставок. Ну, это нужно уже признать. Поэтому по евро, с какого бы уровня евро не продали, правда, продавать нужно было еще, конечно же, выше. Ну, если кто-то из вас все-таки временил, то шанс еще есть успеть вот этот поиск коррекции, потому что евро реально может уйти в район 1.1%. Данные по промышленному производству в Германии и вовсе хуже некуда. В данном выражении, друзья, спад на практически 4%. Я думаю, что говорящие цифры. Фунт против доллара лоу вчерашнего дня 1.28.55, 1.29.74. Казалось бы, на фоне такой волатильности должно быть то, о чем можно было бы поговорить. Но на самом деле нет. Рынок провалился сначала на мрачных прогнозах Банка Канады по экономическому росту на 4-й квартал и на 1-й квартал, 4-й квартал 2018 года и 1-й квартал 2019. На 1-й квартал 2019 прогноз ухудшен в два раза с 0,4 до 0,2%. Но это также, на мой взгляд, немного приукрашенная статистика. Если Brexit будет жестким, темпы экономического роста могут уйти на отрицательную территорию. Ну, возможно, основные обголоски, конечно же, придутся уже на 3-й, 4-й квартал 2019 года. Но все равно нужно будет готовиться заранее к этому негативу. Карни тоже говорил, в целом, может быть, не так радикально, как в прошлый раз, о последствиях жесткого Brexit. Но все равно страхи за экономический рост были очевидны, скажем, звучали в его голосе. Это, на мой взгляд, было явно. И на этом фунт улетел. То, что фунт восстановился, возможно, друзья, это, опять же, следствие локального перехвата инициативы. То, что рынок задел какой-то важный уровень, из-за которого в игру вступила техника, именно поведение технического отката на фоне закрытия ордеров на продажу. Ну и на рынке также все еще есть слухи о том, что Европейский Союз может рассмотреть отдельные положения текущего соглашения. Хотя, как мы помним, официально, со ссылкой на Европейский Союз, они этого делать не будут. Но на рынок кто-то еще настойчиво закидывает слухи о том, что это возможно. Так же, как и возможно пересмотреть срок официального выхода из состава Европейского Союза. Вот официально дата по-прежнему, значит, на отметке, точнее, в календаре 29 марта. Если сроки перенесут, мы об этом узнаем, друзья, об этом поговорим. Но пока что это только лишь вероятность. В целом, как вы видите, ничего позитивного не случилось. Как работали с негативом и с тотальной неопределенностью, так продолжаем это делать. Поэтому я сохраняю ротки оппозиции. Доллар иена 109.70 тоже ничего не меняется. Американская валюта остается под давлением снижения доходности трежерис. Мы видим то, что рост снова рыночных опасений относительно того, договорятся ли США и Китай. Все это привело к тому, что участники рынка не отказываются от покупок японской валюты. И доллару никак не удается прорваться выше сопротивления 110. Хотя я думаю, что не удастся это сделать. С учетом всего того, что я рассказывал вам о перспективах доллара раньше. Австралиицы активно снижаются 0.70.75. Уже ближе мы находимся к поддержке 0.70. Новозеландец также в нисходящем тренде. Тенденции движутся 0.67.50. Доллар канадец, как я уже сказал, 1.33.20. Сегодня совершенно не ясно, как отреагирует канадец. Если все будет так, как должно быть с учетом последней динамики, то на фоне выхода слабых дамбах мы сегодня должны улететь выше отметки 1.34. Но опять же, друзья, канадцу ничего не стоит поменять фокус внимания со статистики на нефть и слить уже за ней. Поэтому я все-таки снова повторю вам, друзья, что если вы не залазили в канадца, не нужно этого делать. Пока что оставьте его в покое. Очень трудная с точки зрения прогнозов валютная опара. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам, удачной пятницы, закрытий всей торговой недели и, конечно же, замечательных выходных. Увидимся с вами в понедельник. Всего доброго. До свидания.